Менее часа потребовалось депутатам Гордумы, чтобы полностью поменять руководителей областного центра. В связи с уходом Вячеслава Сверчкова в областную думу вакантным была должность мэра. Очевидной на первый взгляд казалась кандидатура Сергея Морозова, председателя Комитета по законности, общественной безопасности и вопросам местного самоуправления городской думы. Однако в связи с событиями прошлой недели, когда следователи опечатали его рабочий кабинет, Морозов посчитал, что не имеет морального права претендовать на должность руководителя областного центра до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следственные органы и Ивановская областная прокуратура разбируются во всем, примут правильное, единственное, верное и законное решение. До тех пор я не имею морального права претендовать на должность высшего должностного лица областного центра, то есть на должность исполняющего обязанности главы города Ивана. А потому возглавить город Невест на ближайшие полгода предложено женщине. Дума проголосовала за депутата Ольгу Белолапову. Далее предстояли выборы главы администрации. Второй тур оказался более успешным. И конкурсная комиссия допустила сразу двух кандидатов – Сергея Золкина и Алексея Хохлова. Кандидат, который вышел на финишную прямую, должен пользоваться доверием вышел на столица региона. Свою поддержку Павел Конков высказал Алексею Хохлову. А потому выбирать парламентариям фактически не пришлось. Все поддержали ему кандидатуру за исключением двух коммунистов. КПРФ считает, что глава администрации должен выбирать народ. Новый сеть-менеджер о планах даже на ближайшее будущее пока предпочитает молчать. Сейчас никаких комментариев, никаких планов, проектов, проектов. Мне нужно время для того, чтобы войти в курс дела, познакомиться с городом, уже вплотную с людьми, с аппаратом администрации города. И только после этого я смогу сделать какие-то выводы. Алексей Хохлов больше знаком с жителем Шуй, нежели областного центра. Он генеральный директор шуйских предприятий, шуйская машиностроительная компания и шуйский литейно-механический завод «Сплав». Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.